Селькубская сказка Осмолка. Жена у него умерла, остался он с двумя дочерьми. Рыбачил, юклу сушил, рыбий жир вытапливал. Там так думал, дочерей пора замуж выдавать, для гостей еды много надо. А по реке плыл Тулгама, ханский лазутчик. Узнал он об Осмолке, завернул к нему с кривоглазым каким-то. — Принимай, хозяин, гостей женихов! — рявкнул у входа, а вместо дыров боевой топор в руках. — Олени губы и нельмы хочу! Кривоглазый убил единственного оленя у Осмолки, отрезал губы, кинул ему. — Вари! — Жалко Осмолки последнего оленя, чуть не плачет. — Да что сделаешь? Слаб стал, стар. — А от дочерей какая помощь? Сами в страхе забились в угол землянки Карамо. Развел он очаг, поставил котел, нельму достал вяленую. — О, что тут? — кивнул Тулгама на котел в углу. — Язевый и нельмовый жир. — Разогрей! — исполнил Осмолка и это. — А теперь убирайся, пусть дочки ворошат в очаге угли, следят. И Тулгама дал знак Кривоглазому — убить старика. Не понял знака, но догадался об этом Осмолка. Поклонился как бы на прощание насильнику и сказал дочерям сердито — помойте руки только, да живо. Выскочили те, Осмолка за ними и, захлопнув дверь, припер ее рыболовными кольями. Не успели Тулгама с Кривоглазым сообразить, что к чему, а Осмолка поджег пучок бересты, хранившийся над дверью для растопки, и через дымоход в котел с кипящим жиром бросил. Вспыхнул и жир. А Осмолка через дымоход же в шестом опрокинул котел, и огонь по сухой траве разлился по всей землянке. Так и сгорели вороги заживо. Субтитры создавал DimaTorzok